друзья всех приветствую с вами интернет-магазин антилайф перед вами планшет планшет небольшого размера 7 дюймовый куб куб у 51 эта версия 4 ядерная есть в продаже еще версия 2 ядерная 4 ядерная и 8 ядерная у нас 4 ядерный планшет в принципе я считаю что это самый такой оптимальный вариант он и по цене доступен и в принципе всех его технических характеристик вполне достаточно для нормальной работоспособности для нормального пользования конечным потребителем поставляется эта модель вот в такой вот коробки здесь все наименование модели все там штрих-коды в комплекте поставляется сам планшет есть вот такая вот зарядка юсб кабель зарядка у нас на 2 ампера с планшетом поставляется документация всякие там книжки и т.д. и т.п. есть от т.г. кабель естественно можно сразу же сделать вывод о том что от т.г. разъем поддерживается небольшой он 7 дюймовый эта модель выполнена из пластика спереди у нас стекло тачскрин 7 дюймовый огс технологии здесь нет экран выполнен по технологии айпи мы видим динамик разговорный мы видим фронтальную камеру мы видим датчики приближения и датчики освещения также здесь снизу есть микрофон по вот этим всем фишкам можно сделать вывод что планшет этот можно в принципе даже назвать смартфоном так как он поддерживает две симки у него есть разговорный динамик у него из датчик приближения который тушит экран если нам нужно прислонить динамиком к уху ну и в принципе микрофон то есть это полноценный у нас смартфон получается с этой грани нет ничего здесь у нас разъем для наушников и микро юсб разъем здесь кнопка включения выключения планшета и качелька громкости вверх-вниз с этой грани нет в принципе ничего сзади планшет у нас выполнен из пластика есть динамик есть логотипы есть основная камера на 2 мегапикселя куда вставляются все карточки памяти и сим-карты а вот сюда я сейчас постараюсь его открыть вот здесь вот вот такая вот панель можно вставить микросим можно вставить большую sim карту и можно вставить собственную карту памяти то есть это такой себе большой смартфон планшет либо можно сказать фаблет который поддерживает работу двух sim карты это очень хорошо sim карты работают в стандарте gsm плюс wcd мы то есть 3g интернет данная модель планшета также поддерживает кран здесь действительно для цены этого планшета цена его составляет приблизительно 80 долларов в китае под заказ в украине у нас из наличия естественно немножко дороже за эту цену нам производитель предлагает 7-дюймовый IPS экран разрешение 1024 на 600 экран в принципе довольно таки неплох он сочин яркий и давайте посмотрим технические характеристики через программку antutu чтобы познакомиться с этим планшетом поближе модель как я уже говорил она у нас четырех ядерная я уже делал тест не знаю почему он не сохранился набрал этот планшет 16193 принципе нормальный результат по техническим характеристикам здесь у нас 44 android здесь мтк 83 82 разрешение экрана 1024 на 600 основная камера на 2 мегапикселя здесь гиг оперативной памяти 8 встроенной сразу же обращаю ваше внимание на то что у меня стояла карта памяти но почему-то данный планшет с картами памяти не будет работать адекватно нормально то есть приложение игры будут устанавливаться только на вот эти вот 8 гигабайт все остальное фильмы какую-то музыку можно записывать на карту памяти и пользоваться тактовая частота процессора процессор четырех ядерный максимальная частота 1 и 3 гигагерца в принципе все фронтальная камера у нас 0 3 мегапикселя сборка в принципе нормальная в принципе все хорошо особо не скрипит не трещит люфтов как как таковых тоже нет все собрано довольно так неплохо прошивка здесь на полноценном русском языке у нас в настройках также у нас все есть на полноценном русском языке все необходимые настройки все довольно таки удобно реализовано версия прошивки это прошивка с завода то есть мы не прошиваем эту модель и вот такая вот версия кому нужно смотреть ран здесь айпи с с 1024 на 600 точек разрешения сразу же демонстрирую вам картинки и углы обзоров здесь есть у нас в прошивке интересные картинки яркие сочные видно что планшет работает быстро картинки у нас выглядят довольно таки неплохо углы обзора тоже очень даже нормальные опять же зац за эту цену планшета с легкостью воспроизводит у нас планшет видео довольно таки громкий динамик в принципе нормальное качество изображения разрешение у нас особо не показывает пикселей то есть такого дискомфорта какого то как при использовании я не ощущаю динамик у нас неплохой также неплохая связка микрофон и динамик разговорные во время разговора так как это все таки смартфон планшет у нас то есть мы можем и будем принципе пользоваться и 3g и позвонить сможем без проблем то есть связку это я тоже проверял работает неплохо в наушниках звук нормальный громкий но хочу сказать что на максимальных громкостях в принципе немножко начинает репеть звук но и уровень звука когда он максимальный не особо комфортен он для прослушивания так как он очень громкий и в моих наушниках например я даже не не включал такую такую громкость то есть процентов 70 это нормальный качественный звук которого достаточно вполне что здесь есть в этом планшете еще планшет у нас в принципе имеет много функций и функции все точно такие же как есть у любого другого смартфона здесь есть две sim карты здесь есть две камеры sim карты работают gsm плюс 3g здесь есть полноценный рабочий gps который работает без интернета и без денег там сим-карт вайфай bluetooth есть акселерометр есть датчик освещения освещенности есть датчик приближения освещенности вот и приближение тоже вот они два рядышка принципе больше особых тут нюансов нет единственное что планшет поддерживает от ага разъем можно подключать мышку флешку клавиатуру через вот такой кабель либо просто юсб еще хотел сказать что здесь у нас 5 точечный мультитач проверить это тоже не тяжело касательно производительности смотрите что скажу в принципе процессор здесь аналог мтк 6582 здесь гиг оперативки разрешение невелико 1024 на 600 то есть это такие стандартные себе показатели любой смартфон на базе мтк 6582 и и разрешение экрана hd имеет в принципе одни и те же технические характеристики но почему-то на планшете игрушки запускаются ну с максимальной графикой пол не получится играть потому что плавности хода не будет у вас я считаю что это минус этого планшета потому что с аналогичными характеристиками смартфоны даже с большим разрешением экрана вполне нормально себе справляются с игрушками ну в принципе давайте продемонстрирую а вы уже решаете для себя что и как а Играет музыка. Я думаю, что практически во все игры можно будет играть. Единственное, что нужно будет уменьшать немного графические настройки той или иной игры. Дальше тестировал в этом планшете, естественно, работу аккумулятора. Так как я считаю, что в любом мобильном устройстве это одно из самых важных составляющих. Так как это мобильное устройство, и очень важно, чтобы оно работало долго. В этом планшете у нас 7 дюймов и 3000 мА аккумулятор. Не могу сказать, что у нас выдающиеся результаты. Со 100% до 15% у меня планшет разрядился в игрушке Epic Citadel практически за 2 часа. Могу сказать, что это средний результат, но хотелось бы большего однозначно. В программе Antutu Tester у меня планшет показал всего лишь 3339 баллов. Это тоже очень-очень средний результат. И в режиме просмотра YouTube видео с максимальной яркостью, Wi-Fi, YouTube, звук. Это со 100% до 6, это 2 часа 37 минут. То есть можно сделать вывод, что в принципе результаты средние. Но очень бы хотелось хотя бы 4000-5000 мА, которых было бы достаточно для уже нормальной автономности этого планшета. А с таким аккумулятором, с 3000, ну это слабо. Также я тестировал GPS, так как здесь он есть. Работает в принципе довольно-таки адекватно. Первый старт у меня это минута была с подключенным Wi-Fi. Если я нажимал потом горячий старт, меньше секунды и планшет у меня ловил спутники. То есть с GPS тоже все хорошо. Еще об одном минусе этого планшета можно сказать про камеру. Про камеру тут особо даже нечего рассказывать, потому что камера здесь просто для галочки. Она на 2 мегапикселя основная и на 0,3 мегапикселя фронтальная. Качество этих фотографий оставляет желать лучшего. Здесь нет никакого автофокуса и какой-то даже текст на листке формата А4 вы нормально сфотографировать не сможете. Видеозапись тоже я даже не пробовал, потому что я вижу какое качество у этой камеры. Если у камеры нет автофокуса, то с камерой все понятно и останавливаться особо на этом не стоит. Куб У51 четырехъядерный. Он недорогой, он выполняет все свои функции. Его смело можно назвать и смартфоном и планшетом. Планшетом за его диагональ, потому что все-таки, ну это уже не смартфон. А смартфоном все-таки за его функционал в этой модели планшета есть все, что есть у обычного нормального смартфона. Две сим-карты, слот под карту памяти, есть поддержка GPS, есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth и 3G интернета. То есть здесь есть все. Из минусов могу выделить, что здесь слабая камера и, конечно же, хотелось бы, наверное, немножко больше аккумулятора. В целом с играми модель справляется хорошо. Посмотреть видео, посмотреть онлайн-фильмы, мультики, это тоже все без проблем. Планшет работает отлично. Прошивка здесь хорошая, 4.4 Android. Не наблюдал я проблем с сетью, по симкам. Эта модель у нас есть в наличии, можно смело заходить к нам на сайт, приобретать. На этом все. Подписываемся на наш канал, заходим к нам в группу и ждем обязательно новых обзоров. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...